Ювелирная компания «Сейн Даймонд» представляет. Кавовый партнер с Италии – Сэдди Козли. Добрый вечер, Одесса! Как всегда, по субботам в эфире вы на телепрограмме «Люди-бренды». И сегодня у нас интересный, искрометный, философский, я бы даже сказала так, гость. Он однозначно вас порадует. Он радует не только всю Одессу, но и всю Украину, наверное, весь мир. Человек-философ, человек-актер, выдающийся актер, человек-поэт, народный артист Украины Борис Барский. Здравствуйте! Еще симпатичный мужчина я еще. Симпатичный мужчина! Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть в нашей студии. И мы счастливы, что пишем такую программу «Люди-бренды. А вас?» Вы вот действительно уже создали свой бренд. Борис Барский, вот все знают, кто это такой. Вообще брендом меня еще никто не обзывал. Но «Три Б в одном имени» – это бренд «Борис Барский», это красиво. Да, но вот видите, «БББ». «Три БББ». Вот мы вас назовем сегодня брендом. Бренда – это такая некая идея, собственная ценность. Вот мы ее чувствуем. Кто вы такой? А как вы чувствуете? В чем, собственно, ваша ценность? Вот ваш бренд «Борис Барский»? А как женского рода будет бренда, если бренда – это мужская? Может быть, и бренда. Не знаю. Я, честно говоря, никогда не задумывался. Наверное, в том, чтобы быть самим собой просто. Ну вот в этом радость какая-то определенная. Но каждый человек, думающий, он ищет. Он задает себе вопросы. Откуда я? Для чего я? Где я? Куда я? Вот. Не думающему легче жить, конечно. А нужно быть смелым, чтобы быть самим собой? Или нужно быть очень расслабленным? Я думаю, нужно быть любознательным. Потому что любознательные люди, туристы, они едут куда-то в путешествия, они открывают для себя какие-то новые места. А нам как-то повезло. Мы по работе путешествовали очень много, занимались любимым делом и лазили еще внутрь себя тоже. Но не глубоко сперва, а потом так глубже, глубже, потому что можно дорогу обратно потерять. Вот. И как-то оно так вот все опять три в одном сошлось, и все получилось. Три в одном. Вам по роду деятельности приходится вживаться в разные роли. А сегодня мы будем вживаться в вашу роль, человека, личности Бориса Парского. Поэтому сегодня у нас в студии Елена Личева, художник, которая будет рисовать ваш художественный портрет. Мы будем с вами рисовать ваш смысловый портрет. У меня еще пальцы очень красивые. Пальцы красивые. Заметили. Пальцы красивые. Вот так вот. И потом у нас будет еще и ассоциативный портрет. То есть у нас много сюрпризов. И наша цель просто хорошо поговорить. Вот о чем бы вам хотелось поговорить вообще в принципе со всеми одесситами? Нас сейчас смотрит миллионный город. Вот что бы вам хотелось донести? Какую основную мысль от себя? Вообще вот мне вот именно сейчас хотелось бы поговорить про лето, про осень, когда деревья, зеленая травка начинают расти. Потому что человек так устроен, ему летом хочется зимы, зимой лето. Вот мне как-то уже так зима уже. Я в свое время хотел ее отменить, когда выдвигался депутат Егорсовета. У меня был такой тезис. Теза такая, как говорил бывший президент. И меня спросили, говорят, скажите, какая ваша программа? Я сказал, что я бы очень хотел отменить Диму, потому что очень не люблю. Это в украинском языке есть два таких слова точно определяющих. Это время, это мряка и гедота. А он говорит, ну это же нереально. Я говорю, ну другие депутаты вам что-то нереальное обещают, вы же им верите. Ну в общем, меня не выбрать. Вот так что хочется тепла, солнца. Хочется скорее, чтобы девушки начали все себя лишнее сбрасывать. И вот когда они, как луковицы, вот все это посбрасывают, они такие красивые. У нас одесситки, они самые красивые в мире. Это однозначно. Борис, скажите, пожалуйста, вот все люди, когда говорят о Борисе Барском, выделяют несколько характеристик. Первое, это гениальный актер. Второе, это неожиданность. Вас так характеризуют. И третье, это стихи. А вы себя тремя словами как бы охарактеризовали? Вот вы. Я думаю, на какое животное я похож был, к примеру. На какое? На кота. Потому что мне иногда хочется ночью поохотиться. Вот днем поспать и поесть обязательно вкусно. Многие тоже интересуются. Вчера дали такой запрос по Фейсбуку, какой бы вопрос хотели задать Борису Барскому. Многие задавали разные вопросы. Я буду сегодня вас спрашивать об этом. Но один из вопросов был, усы настоящие ли? То есть вы ходите ли с такими усами дома? Вот с такими же? Ну, я их на вершелку не снимаю. Я так и хожу, но это шерсть с лавсаном. И у меня просто жест паразит еще есть. Я когда задумываюсь о чем-то, это часто в интервью, потом я сам замечаю за собой. Я о чем-то думаю и автоматически начинаю крутить усы. Помогает сфокусировать внимание. Хорошо. У нас сегодня есть ряд сюжетов о вас. И первый главный сюжет – это сюжет досье. То есть ваше досье. То есть о вас. Какая штир лица. Да, давай какая штир лица. Борис Володимир Вичбарський народился 22 вересня 1959 года в городе Одесса. Украинский режиссер, актор, поэт. Народный артист Украины. Член Союзу кинематографистів України. Учасник комік-трупи Маски. У 1981 році закінчив факультет атомної енергетики Одеського політехнічного інституту. У 1992-му отримав диплом Гиттіса за фахом режиссура естради і масових вистав. Ріст метр вісімдесят сантиметрів. Очі зелені, розумні. Дві вищі освіти. Розум допитливий. Завжди в струю, на слуху, на вигляді, на плаву. Партнер проєкту – ювелірна компания «Сейн Даймонд». Ваш легендарний зелено-черний костюм. Вас многие в нём запомнили. Где ткань такую брали? Это в Германии. Мы были на гастролях. Я метров 200 увидел лоток такой. Там ткани продавались. И вот за 200 метров других тканей видно не было. Была видно только вот эта зеленая с черной полоской. Ну вот я тогда взял на три костюма, мне хватило, и благополучно сносил. Но мы оказались опять в Германии. Опять я нашёл точно такой же материал, ещё два. А дальше, вот сколько в Германии был, больше такого материала не видел. И у нас тоже не встречал. Хотя у нас есть всё. У нас как в Греции. Вот такой вопрос. Смотрите, я вот сколько снимаю программ о вашем творческом коллективе «Маски». Такая закономерность. Вы по образованию атомный энергетик. Я правильно говорю? Правильно. Жора Делеев архитектор, Наталья Бусько архитектор, Посталенко архитектор. То есть у вас технические специальности, но все вы творцы. Как так получилось, что абсолютно нетворческие профессии родили такой творческий состав? Нет, так можно этот список продолжить. Там Розенбаум врач, к примеру, Тим Муршауф тоже врач. И очень много талантливых людей на эстраде, в театре. Но в театре, может быть, меньше, всё-таки они больше театральных. Но в вашем составе нет ни одного чисто творческого актёра или художника. У вас все технические специальности. Такая особенность, да? Ну, во-первых, архитектор — это он же и художник, в общем-то. Только более строгий такой. Наверное, да. Хорошо. Хорошо. И я ещё читала ваш личный сайт. И там вот интересные такие смешные истории из детства прочитала. Что советская система образования отбила у вас охоту как бы учиться по тем правилам и канонам. Какое у вас ещё воспоминание о советской системе? Я думаю, что это не только советская система, потому что потом учились мои дети. Я часто задумывался. И мы просто, ну, и мы, и наши дети, наверное, и наши родители, и внуки наши, они всегда будут заложниками любой общеобразовательной системы. А почему она даже называется общеобразовательной? Потому что, ну, как бы, вот дети, они, ну, нивелировка происходит. Ну, вот учителям им очень хорошо, когда вот дети одинаковые, там, спокойные, тихие. Они не очень любят там каких-то шебутных, каких-то детей, у которых шило в одном месте, которые усидеть не могут на одном месте. А, в принципе, из таких детей, вот, и получается чаще всего, ну, что-то получается. Я, к примеру, когда учился в институте, мне очень радостно было осознавать, что из Одесского политехнического выгнали Королёва. А я всё время был на выгоне, каждую сессию. Так что я не сильно переживал, если думал. То есть закон жизни таков. Если у тебя выгоняются школы, это хорошо. С тебя что-то получится? Ну, не обязательно. Но что-то обязательно. Кто-то прострелит. Я знаю, там история тоже произошла. В летнем лагере вас тоже выгоняли, да? Вы решили сделать помазанником директора лагеря. Да, это было. Ну, меня три раза выгоняли. Там была первый раз такая формулировка. Раздражнил в зоопарке осла и испачкал форму всем пионерам. Вот. Но это не я, это осёл. Он топнул ногой, а он стоял в луже. И мы все оказались в грязи. Вот. Потом я неожиданно сам для себя, когда уже пообещал, что больше не буду, буду хорошим, заходили в столовую, и я вынул стул из-под девочки, которая уже садилась вроде бы. И в последний момент я понял, что это неправильно даже по отношению к девочке. И хотел его воткнуть обратно, но она уже упала. Вот. Потом я капнул спящему, ну, тоже рядом со мной, там, мальчик спал, он так запрокинул голову, и у него нос вот такой вот был. А нам дали родители от комаров одеколон, не помню, как это назывался. Шипа. Типа гвоздик, они, ну, всё, типа какая-то фигня такая. Вот. И первое, что мне в голову пришло, это интересно капнуть ему в нос, что будет. Вот. И он кричал, как ненормальный. Ну, и последняя капля была, да, это уже когда все мазались пастой, а у меня оказался маленький флакончик с зелёнкой. Я точно так же подмышкой нагрел до человеческой тепла, до человеческой температуры. Вот. А потом, ну, ничего умнее не придумал, как залезть в окно. Оно открыто, директор лагеря, у него такая, ну, кабриолет у него такая прическа была, такая зеркальная. Вот. И я так на руку и аккуратненько погладил его. Но я не думал никогда, что потом по рукам можно будет определить. Мне и в голову не пришло. Когда-то всех собрали на линейку и спрашивали, кто мы всё равно узнаем, то молчали все, даже те, кто знал. Вот. А потом сказали, покажи руки, и тут я понял, что я лоханулся. То есть ваша мама очень часто была в шкуре, я так понимаю? Ну, по два-три раза в неделю она железно приходила, да. А так вот и не скажешь. Такой вот сдержанный во взрослом возрасте. Ну, наверное, надо перерасти, потом как-то переходный возраст наступает, потом я уже стал сдержаннее. То есть сегодня можем сказать всем таким непослушным мальчишкам и девчонкам, что это ничего страшного, что оно перерастёт. Конечно, перерастет. Из-за что-то хорошее ещё получится. Ну, хорошие друзья, они же должны перебродить. А если их заткнуть в бутылку и долго держать, или корбита сыпать, и водой залить, и заткнуть пробкой, это неправильно. Не надо вообще пробкой ничего затыкать. Пусть выходит потихоньку. Боря, такой вопрос. Откуда берутся таланты вот у ребёнка? Откуда они рожидаются? В детстве ли закладываются? Как они прорастают? Вот как в детях, которые смотрят на вас, найти в себе то, что могло вам стать таким известным и любимым актёром? Я думаю, что детям не надо смотреть на кого-то и искать в ком-то. Вот каждый ребёнок, он по-своему индивидуален, уникален. Сейчас 90% детей индиго, если не больше. Просто не надо мешать им быть индиго, вот чем и занимается общебразовательная система. Вот нужно развиваться, давать им возможность развиться, и всё. А не надо смотреть по сторонам и говорить, блин, как нас учили в школе, там, я хочу быть похожим на Павла Корчагина, или там, я хочу на Павлика Морозова. Не надо ни на кого быть похожим, нужно быть собой, вот и всё. Опять же, читала на вашем сайте, что в детстве школа не совсем привлекала, уходил в андеграунд. В ВУЗе атомная энергетика осталась, только наука ушёл в андеграунд. И таким образом пришёл к тому, что начал заниматься в студии Пантомима. Да? У вас или как было? Нет, оно было так, но мне кажется, что есть какая-то верхняя сила высшая, которая перенаправляет, которая говорит, ты чем-то не своим занимаешься. Да, ну вот на твоём месте можно любого взять, посадить, и он будет сидеть. А вот, и тебе это неинтересно, и ты чувствуешь, что что-то не то в жизни происходит, день на день похож, всё неправильно. То есть предназначение с вами разговаривало? Ну, как мне разговаривало, но какая-то сила, она толкала поменять всё коренным образом, изменить, вот, и я так попробовал как-то менять. Ну, у меня... Это определённая смелость, то есть не каждый выстрелит вот так в другую сторону с атомной энергетики, в актёрство. Не каждому дадут это сделать родители. А мои родители почти два или три года вообще никому не рассказывали, чем я занимался. И я мог попасть, кстати, в искусство ещё раньше, потому что моя мама работала, ну, у неё, ну, вместе с ней, там подружка у неё была, и муж этой подружки, он был, как сейчас говорят, продюсером. И ему очень нужен был мим. Вот, и вроде бы он, даже слухи до него доходили, и он спрашивал у мамы, она говорит, нет, что вы, что вы, никакого отношения. Вот, и потом я уже три года я работал в филармонии, уже начали появляться какие-то клипы, серии, и маму спрашивали, это не твой ногами выдрыгивает, так она говорит, ну, что вы, мой инженер, несерьёзный. А когда уже начали хвалить и говорить, вот, ну, ничего, такой смешной парнишка, так она уже, ну, где-то через три года она приняла, она говорит, да, и там вот. Вы единственный ребёнок в семье? Нет, у меня брат ещё. А я знаю тоже историю, что родители очень хотели девочку, Наташу, и родился вы, и вы говорили, что как раз судьба потом послала жену Наташу, да? Да, 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 и жена Наташа, по-честному. По-честному. То есть родители не особо мешали, но потом просто позволили. Ну, в смысле, жену выбирать. И жену выбирать, и творчество. Ну, я думаю, что им тоже было спокойнее, когда я чем-то, ну, занимался, ну, ходил в студию. Я тогда занимался очень многими вещами, я занимался спортом. Во-первых, я, ну, практически, наверное, все виды спорта перепробовал. Какими из видов спорта вы занимались? Ну, с детства я легкой атлетикой, занимался стрельбой с пистолета, занимался плаванием, занимался боксом, занимался фехтованием, занимался... Когда я уже в институте учился, я занимался в студии Пантенимы и бегал еще на тренировки по регби, но я и регби — это две совершенно, как говорят в Одессе, большие разницы. Ну, вам это все потом пригодилось в вашей творческой деятельности, как я посмотрю. Как вас свела судьба Жора Делеева? Как вы нашли друг друга таким дуэтом? По объявлению? Ну, интернета не было. Это как? Кто кому писал? Нет, мы одновременно, ну, практически мы же одногодки, он занимался в строительном институте и ходил в студию Пантенимы, по-моему, при Доме медработников у них была студия потом... По-моему. Да, Олег? Не помню, был ли у них крик. Чудаки у них были? Как-то я не помню. Вот, а я и Володя Комаров, мы занимались во Дворце студентов, Володя еще с Дома пионеров начал, ему там 13 лет было, когда мы познакомились. Вот, и еще была студия Юзика в Доме моряков, где Наташа занималась, и у нас была какая-то, ну, такие социалистические соревнования. Мы делали новые программы, смотрели чужие программы, сравнивали, находили, что наше смешнее. Или, например, у них там посмешнее нам казалось. То есть конкуренция? Вот, каждый год еще ездили, параллельно ездили в Ленинград тогда, к Славе Полунину, он устраивал каждый год конгресс дураков, мы туда приезжали и на эти конгрессы, вообще там вся страна, весь СССР съезжался там вообще с таких точек. Вот, и Слава организовывал проживание, как-то мы все, у меня фотографии сохранились там, просто, ну, вот такая фотография, люди вот такие вот маленькие не вмещаются. Сколько он людей собирал на эти конгрессы, даже представить сложно. Вот, и в результате как-то мы уже там с 77-го года мы уже были знакомы. То есть совместная творческая деятельность как-то объединила, потом уже начали работать вместе в филармонии, а потом в мускомедии, да? В филармонии нет, потом в мускомедии мы не работали. Ну, как-то вы... Ну, на мускомедии я вырос просто, я смотрел все спектакли, театры, музыкальные комедии, меня мама как-то приобщила к этому искусству, причем я знал составы разные, вот там состав, там, где Водяной играет, это, ну, первый состав, там, Крупник, где играл. Вот, и я в восторге был. Там другой уже помоложе состав. Сейчас это мэтры, там, Барда Скляренко, уже там, Жадушкина, вот. А тогда это молодые, там, не, на второй состав мы не пойдем, мы не будем смотреть. Вот, и мы ходили, смотрели все спектакли. У нас есть сюжет по поводу того, как началось и развивалось ваше творчество от ваших друзей и коллег. Вы еще об этом не знаете. Интересно посмотреть? Ну, конечно. Давайте посмотрим. Его талант, вот, просто он вдохнул жизнь в наш театр. Те роли, которые я давал Борису, он не очень ими доволен остался. То есть моим выбором, вернее, как. Он-то добросовестно играет, конечно, но роль дедушки, я помню, ему надоело так изрядно, достало его. И вот Георгий Делев дает ему роль дедушки. И вот он дедушка. Потом он раз в семь дней с русской красавицей, красавицей, такое блондиня. О, вот это Боря, вот это класс. Все-таки у него более удачные роли каких-то придурков таких. Памятник отцу, основателю города. Четвертый век до нашей эры. Скульптор, эээ, скульптор неизвестный. Не неизвестный, а вообще никому. Вот режиссер решил, ну, да, хорошо, буду дедушкой, буду пьяницей, буду красавцем. В нем такая потрясающая комедийная фактура, клоунская, вот настоящего клоуна и комика. Боря пару раз на спектакле рассмешил так, что я не могла успокоиться. Прямо на спектакле, прямо на сцене. И вот он вышел на сцену, он это сделал, и я рухнул. Я рухнул с осмыку, потому что я понимаю, что дальше номера нет. Не могла успокоиться ни на минут пять. Тонкая природная ирония, вот, это его стихия творческая, это его конек, которая потом, впоследствии, выразилась в его замечательно потрясающей поэзии. Я люблю ваши глаза, вальчики. Я в нокауте, в первом же раунде. Ваши тонкие в кольцах пальчики крепко держат меня за баунти. Я не скажу, гений он по идее или талант, но я скажу, что это читается и очень много поучительно. Боря больше поэт, он действительно в душе поэт, да, и то, что он пишет, да, это как бы вот это то, что у него внутри сидит и не дает ему покоя внутри, поэтому он пишет. Он пишет не от того, чтобы заработать лишним там 100 долларов, да, а потому что его распирает, ему хочется писать. Многие хотят писать стихи, но не у всех это получают. Да, у Борского это стихи, но это стихи своеобразные очень. Человек может писать стихи только, когда переживает что-то. Потому что без потрясений, без испытаний может состояться талантливый, гениальный человек. Мне кажется, нужно пробовать тебя в режиссуре, Боря. Нужно пробовать обязательно, да, потому что тебе есть огромный потенциал, да. И если будешь пробовать в режиссуре, я, как и в 95-м году, готов тебе помочь. Партнер проекту – ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Ну как, не согласны с Натальюхим? Не будете себя в режиссуре пробовать? Нет, ну это не мое. Я очень добрый человек. Режиссер, он должен быть жестким. Ну, он ставит перед собой цель, ну, как нормальный руководитель любой. Подбирает команду и требовательно требует с них выполнения каких-то определенных задач. Я настолько добрый, что мне, ну, я кому-то чего-то поручаю, потом смотрю, что человек не делает, мне гораздо проще самому чего-то сделать. Театр одного актера будет. Ну да, но так неинтересно. Режиссура Барского. Скажите, пожалуйста, Жора, говорите, что вы недовольны были ролями, не хотелось играть дедушку. А вот какая роль мечты, какую роль хотелось бы сыграть? Нет, ну я кроме дедушки сыграл еще очень много ролей. Так что, ну там, если больше 90 сериалов сняли, а в каждом сериале обязательно 2-3 роли было. Только просто мне не нравилось. Мне не нравилось, просто из серии в серии этот дедушка переходил. Хотя сейчас я понимаю, что это вроде бы нормально. Он такой был любимый дедушка. Да, и меня жалели даже, мне из Энергодара одна женщина прислала у всех поклонниц, и присылали ей письма, там, о, Вовчик, ты красавец, Комарову, там, или Жорик, вообще, это респект и увагуха. А мне вообще не актуал. Потом пришло письмо, я говорю, радуйся, танцуй, мне показывают письмо, там старушка какая-то из Энергодара, она бабушка, она говорит, вас все обижают, приезжайте ко мне, я вас буду кормить, буду жалеть вас. Вот, а так мне, в принципе, роли-то они как дети, они нравятся все. Ну, роль, в которой тебе больше всего дают возможность разыграться, поимпровизировать, конечно, она самая любимая. Не очень у меня получалось, вот, роль генерала, к примеру, я что-то, ну, я просто выполнял задание, мне говорят, иди, остановись, повернись, вот это я все делал, там, сядь на унитаз, на унитаз, дерни за веревочку, вот это как-то не мое. Ну, тоже очень хорошо запомнился образ генерала дедушка, я вам дочь сейчас скажу, это любимый образ был, когда он появлялся кругомнезапно в кадрах. Ну, Аделеев тоже говорил, ты смотри, мы потом старыми будем, вот, и будем смотреть, какие мы были молодые. Я говорю, так вы будете смотреть, какие были молодые, я буду смотреть на себя. Я знаю, есть даже почетное название, у вас старый дурак. Да, это, да, я академик Академии дураков Слава Полунина с почетным титулом старый дурак. Многие люди, ну, как бы, большинство, да, к слову дурак очень так относятся осторожно, они его боятся, а вы выпячиваете в настолько, что даже у вас Международная Академия Дураков и заслуженное звание до этих дураков. Что в вашем понимании дурак? Не, ну, это в хорошем смысле слова. Каком это? Что это такое в хорошем смысле слова? Честно, это вопрос даже не ко мне, наверное, это к анализаторам, искусствоведам надо спрашивать у них все-таки, что оно обозначает. Вот, например, когда я читала все материалы, как-то все равно, как-то вот по традиции, может быть, по штампам, как-то больно произносить это имя в ваш адрес. Я как-то себе даже написала интеллектуальный дурак. То есть как-то, вот, все равно не могу назвать вот таким вот словом. Это, может быть, какой-то стереотип. Хотя, видите, Международная Академия есть. Да, у нас бы случай был, когда Игоря Малахова жена с маленькими детьми Лариско ехала в такси, и водитель был грузин. Ну, какой-то такой. А она симпатичная такая, ну, блондинка, они же любят блондинок. Эффектная такая женщина, и он поворачивается, и так, заигрывая якобы с ней, он детей спрашивает, дети, а кем папа работает? И они с такой гордостью говорят, папа клоун. Он обернулся к ним и говорит, никогда не говори так про папу. Но клоуны тоже они разные бывают. Бывают клоуны под Макдональдсом стоят, и бывают клоуны высочайшего класса в цирке. Так что и дурак — это разное понятие. Бывает в хорошем смысле дурак, а бывает в нехорошем. Мы только за хороший смысл. Вот в хорошем смысле слова дураки, маски, шоу, да, по-разному реализовались. Вот смотрите, Жора Делеев, кроме того, что он актер, режиссер, он нашел себя в музыке, в рок-музыке, в рисовании. Наталья, я так тоже знаю, у нее есть рисование, дополнительное хобби кино, киноискусство уже у нее тоже пошло. Вокалом она еще занималась, еще немецкий язык учит, еще. Вот, а у вас дополнительно самое такое большое увлечение — это стихи. Да? Стихотворение писать с какого возраста начали? Или с детства? Наверное, из состояния влюбленности, когда как-то надо себя проявить, как-то выразить в словах то, что... Не оригинально, а вот это в стихах оригинально. Нет, у меня просто с детства глупости получались. Там я писал какие-то, там посылали в колхоз, к примеру, школьникам еще, и я придумывал, там типа по полю устало, крестьянин идет, он пост очень строго крестьянский блюдет, осилась и думает ночью и днем, наверное, он в голову ранен конем. Но это детские... И потом я думал, почему... Откуда у тебя такая ненависть к крестьянам? Подожди, у меня нет ненависти. Просто это глупости, которые по молодости лезут в голову. Ну, они не только по молодости лезут в голову, они как бы присутствуют постоянно. Это как ирония нашей сегодняшней жизни. Ну, может быть, еще и какое-то состояние влюбленности у меня всегда присутствовало, я всегда как бы в этом состоянии живу. И, может быть, не всегда эта влюбленность была обоюдной. Где-то были трагедии, драмы, и тогда писали стихи, но это стихи были как месть. Вот, я типа напишу про тебя стихотворение, таким образом отомщу, и все, и забуду. Тоже вопрос от наших телезрителей. Какую литературу в детстве любил читать Борис Барский? У меня очень большая библиотека, очень много книг перечитал. Причем даже те книги, которые... Ну, вот наше поколение, на каких фильмах мы росли, там, на «Капитане Тенкише». У меня до сих пор, вот я сейчас рылся в библиотеке, нашел книжку «Капитан Тенкиш». «Четыре танкиста и собака» у меня тоже. Самая любимая моя была книга «Одиссея капитана Блада» и «Хроника капитана Блада». Причем, когда я был маленький, я мечтал стать пиратом, отправиться куда-то. Ну, я не говорю про Фенимора Купера, там, это индейцев. Мы тоже ездили на вокзал, покупали билеты в Америку. Вот. Соловьева, Ахаджена Среди книжка. Ну, просто перечислить невозможно. 91-ю серию нужно сделать в маске. Шоу «Пираты Крипского моря» в масках. Аня, я думаю, что там уже настолько фильм большой, что уже нечего пародировать. Тоже вопрос с Фейсбука. Владимир Спираковский, основатель сети частных школ «Илицефгрант» спрашивает. Спросите, почему время такое, что лирики в почете, а физики в загоне? Вот он первый, причем, когда мы написали, какой вопрос Борису Барскому хотите задать, вот он первый откликнулся. Я не знаю, в каком они загоне, но вот в прошлом году летом приходила на спектакль девочка, мы с ней в одном классе вместе учились, Наташа Ковалева. Вот. И причем, вот я по лицу помню, что, а потом как-то вот дороги разошлись. Ну, вот есть дети общительные, необщительные, а мы как-то, ну, и она как-то в стороне была. Я помню, что она занималась спортом, она прыгала на батуте. Вот. И вот как-то дороги разошлись. И потом оказалось, ну, для всех, к примеру, в школе был сюрприз, что я пошел на факультет атомной энергетики, потому что, ну, и для учителей, и для учеников. Я не знаю, что меня туда понесло. Вот. И точно так же я не знал, чем она занимается. Оказывается, она в Москве закончила, ну, физмат, там, вот. И она занимается физикой, но она в Германии, правда, ей занимается. Вот. Ну, может быть, пока в наших странах это не надо, но где-то это нужно. А ваши мама и папа кто по образованию, по профессии? Они нормальные, простые. Ну, они послевоенные дети, которые не успели вовремя это занять руководящие посты. И это может быть даже хорошо. А скажите, пожалуйста, вот все-таки большой отрезок времени у вас посвятила, скажем так, эпоха маски-шоу. Потом была эпоха, если я так правильно делю, дома клоунов и инвестирование своего времени и силы талантов туда. Потом родилась новая ветвь. Это серия фестивалей, комедиада и так далее. То есть какая веха в истории еще предстоит? Здесь вот продолжаются опять какие-то вот кто-то дергает за ниточки, потому что, ну, к примеру, была мощная эпоха сериала, да? Ну, как-то вот оно практически одновременно это произошло. Вдруг сериал начал затухать, даже мы продолжали снимать, но это вроде бы такое ощущение, никому не надо. Мы продолжали все равно снимать с уверенностью, что обработанный камень на дороге не лежит и под лежачий камень портвейн не затечет. И в то же время каким-то образом вот город дал нам театр. Вот, и мы пришли, а это такое, ну, хорошее помещение, только в него надо еще инвестировать, вкладывать, чинить, ремонтировать. Там крыша протекала так, что под зонтиком можно было по всему залу ходить. Вот, и мы начали заниматься этим, и постепенно это затянуло и увлекло, и мы забыли, ну, в принципе, потом спрашивали, а что больше нравится, сериал или театр? Наверное, театр ближе, потому что сериал это один раз отснял, удачно-неудачно, смонтировал, и все, и больше уже ничего с этим не сделаешь. А театр, это каждый спектакль, один и тот же спектакль, он не похож друг на друга вообще никак. Вот то, что говорили ребята, там Наташа, говорит, рассмешила, или Володя Комаров, когда мы с ним играли. Но я заменял, и мы играли номер моря, и Володя там девочка, опоздавшая на свидание, значит, я ему цветочек давал. И потом я должен был губами изобразить моторную лодку, а у меня не получается. Ну, вот у всех получается, они так... А у меня этот звук, ну, просто, вот я начинал шипеть губами. Но мы вроде бы отрепетировали, только звук не выходит. Я на него смотрю и пробую... И он на меня смотрит, и мы начинаем ржевать, ну, смеяться, вот и все. А вот если охарактеризовать вот эти эпохи, съемка сериалов, маски-шоу, Дом клоуна, сейчас комедиады, то где, какие ощущения у вас, где какие чувства остались, как воспоминания? Какой эпохе было сложнее, в какой легче, в какой веселее, в какой философский такой, может быть, какой-то формат уже приобретен? Ну, воспоминания везде, мы просто, ну, вот я рассказал, какое животное, напоминаю, как коты. Мы наследили везде, мы просто, ну, настолько даже в одном жанре, там, в жанре клоунады или театра, мы успели пометить территорию, ну, как бы, там, вот Делиев сделал спектакль «Ночная симфония», мне очень нравится, необыкновенно, а это абсурдистская комедия, сюрреалистическая абсурдистская комедия. А вот взять клоуна и сказать, у тебя есть спектакль, к примеру, или номер сюрреалистической абсурдистской комедии, а у нас есть, вот, или, к примеру, там, другой какой-то спектакль, он больше движенческий какой-то, а третий спектакль, он больше общения с залом, ну, такой вот, когда просто разрушается четвертая стена, ее практически нет, и они все спектакли, они настолько абсолютно разные, это только спектакль, я уже не говорю про шоу, где мы тоже, ну, куда только не успели угодить. Вот, и поэтому я еще думаю, что еще, наверное, жизнь как-то еще вот развернет, еще чего-то даст попробовать. Просто, ну, может быть, самому не сильно, нужно плыть по течению, вот и все, мы так и плывем. Я вот, когда хожу на спектакли классического, скажем так, театра, да, то есть я ощущаю, что там сострадаешь, сопереживаешь, и через то, что ты плачешь, как-то у себя узнаешь в чем-то. А у вас, когда присутствую на спектаклях, то здесь наоборот реакция, ты смеешься, и опять же себя узнаешь в чем-то, смеешься, то есть терапия по-другому, там плачем, здесь смех. У нас, если на то пошло, у нас вообще уникальный театр, потому что это театр вот сродни Бомарше, сродни театру Шекспира, когда, ну, ты в другом театре этот репертуар не увидишь никогда. Вот то, что мы делаем, это только в нашем театре происходит. А то, что плачешь, смеешься, мне тоже больше гораздо нравится смеяться, потому что можно те же эмоции испытывать и также, как бы, подходить к себе философски, оглядываться. Мы как зеркало, мы отражаем. Вот мы были на фестивале в Эдинбурге, это очень давно было, тогда меня впервые посетила мысль, думаю, боже мой, почему Одесса сам Бог велел быть фестивальным городом, у нас должны фестивали непрерывно, но почему они в Эдинбурге есть, и люди съезжаются на все фестивали. И сотнями там есть, они десятками, сотнями. В Барселоне я тоже читала, сто фестивалей в год. Да, но у нас сейчас потихонечку все это, вот, но тогда меня впервые эта мысль посетила. Я смотрел, вот рядом с нами какие-то другие театры, и вдруг, я смотрю, у нас там, ну, неполный зал, собираются люди, ну, как-то, а рядом молодые люди, одели униформу концлагерную, выбили лица и ползут, значит, делают такой хэппининг перед театром, они такие несчастные, они ползут, и у них очередь выстраивается. Я посмотрел этот спектакль, ну, несчастье, вообще фигня какая-то. Вот, ну, через то, что прошли, к примеру, наши там деды, прадеды, родители, и мы это знаем, вот, и тут вдруг в Эдинбурге нам хотят, ну, вот. Ну, там другая публика, им надо, к примеру, ну, зайти, вот, сейчас пострадать немножко, и дальше они выйдут, и на нищего там не оглянуться, они на кого не посмотрят. Вот они отдали долг страданию своему, они пошли, посмотрели вот этот спектакль. Вот, а здесь можно смехом гораздо большего добиться. И я всем рекомендую. Борис, такой вопрос. Вот такая богатая творческая история. Вы делали ее, там, с 88-го года, вот, по сегодняшние дни, она разнообразная творческая история. Были ли, вот, когда, кстати, вы стали ли чувствовать, что вы известны? Как это произошло? Вот, как известность пришла? Как вы это ощутили? Ну, как, вас стали узнавать, как, кто-то первый сказал что-то, как вот почувствовали это? Нет, я просто это много раз рассказывал, но я еще раз расскажу. Расскажите. Да, я стоял на вокзале, уже шел сериал «Моски», я стоял на вокзале, мы куда-то отправлялись из Одессы на гастроли, куда-то ехали, и парень, значит, девушку фотографирует с фотоаппаратом, он ее поставил так на фоне вагона, и чтобы сзади вокзал был виден, там, Одесса, город, герой, надпись. Я еще на заднем плане по телефону разговариваю, и я, значит, думаю, ну вот папарацци такой, ну не спросил, можно сфотографировать? Нет, думаю, ну ладно, я же человек добрый. Вот, я еще так спинку выгнал, потому что я сутула, я так выгнул, значит, и надо еще этой стороной повернуться, я так лучше получаюсь всегда. Вот, и я так говорю по телефону, а он долго мостится, так никак не может сфотографировать, потом убирает фотоаппарат, и мне на английском говорит, excuse me, уйди из кадра, нафиг. И тут я понимаю, что что-то у меня звездочка зажглась, но мне ее быстро притушили. Вот, и еще несколько было случаев, когда даже мы снимали маски, в больнице мы снимали, нас с Вовкой Комаровым отпустили со съемок где-то в обед, а еще тепло, лето, жара такая, я думаю, о, к Вовке говорю, давай пиво, я возьму сейчас пиво, он говорит, а я позвоню домой, скажу, чтобы там нам картошечки пожарили, сейчас приедем ко мне в гости. Вот, и я подхожу передо мной, мужчина стоит, я говорю, ну, вы крайне, я за вами пью. И он вдруг начинает ко мне приглядываться, так, я думаю, ну, вот она, Слава, меня узнают. И он такой, и видно, работа мозга у него, он так думает, так все-таки. И сегодня можно пойти просто попить пиво где-нибудь спокойно? Возвращается Вовка Комаров, он говорит, вспомнил кого ты мне напоминаешь, ты на Чапаева похож. Он говорит, да вон Котовский еще идет. Можно, конечно, а чего нет? Ну, во-первых, в Одессе все можно, потому что, ну, я за что еще люблю Одессу, очень сильно люблю, это самый, вообще, самый чудный город в мире. Вот, из-за того, что в Одессе нет авторитетов. Ну, если ты в другом городе будешь пить пиво, то обязательно кто-то будет, ну, с отвисшей челюстью ходить, там, задавать глупые вопросы. Вот, а в Одессе, наоборот, там могут подойти и сказать, слушай, я вот смотрел вот это последнее, вот то, что вы делаете, это фигня полная. Ну, так, ну, сделали фигню, а кто ж, все вправе на ошибку. Ну, то есть, известность вы чувствуете, но как-то особо она вам не мешает? В Одессе все одаренные, все известные. А как вы думаете, кому больше всего ощущалась ваша известность? Кто больше всего на себе иногда страдал, иногда радовался из-за вашей известности? Ну, мама гордилась очень сильно. Даже был случай такой, приезжала с концертом в мускомедии Наташа Могилевская, и мама говорит, сделай мне обязательно контрамарку, потому что я ее люблю, я должна ее это посмотреть. Я говорю, все хорошо, я договорился. И сделали в проходе еще место, чтобы, ну, а ей тяжело ходить было, и сделали место в проходе. И потом она приходит, на следующий день она мне рассказывает, говорит, все, в общем, ну, просто вот замечательно все прошло, и Наташа пошла по залу, собирала цветы, а когда мимо меня проходила, у нее там музыкальный проигрыш, а я ее так под ручку взяла и говорю, я Борина мама. Она говорит, очень хорошо пошла. Я думаю, вряд ли Могилевская знала, какого Бори мама. Вот, ну, приятно. У нас есть еще один человек, который очень трепетно относился к вашей известности, и вам, наверное, будет очень интересно посмотреть, кто же этот человек. Смотрим? Дочка все равно, она у нас папина. Именно воспитательных моментов я в своей жизни не помню совсем. Мы пошли на море с папой и с младшим братом, и он поплыл, его куда-то снесло течение, но его не было довольно долго. В какой-то момент я решила, что целесообразно взять брата за руку и прийти с ним домой. У меня было, наверное, тогда лет семь, и, конечно, он очень переживал, он нас искал по пляжу и в конце концов пришел домой, и не знаю, есть дети дома или нет. Но вот, но я не помню никакого эпизода в жизни, когда меня бы ругали, и мне было бы сказано, что вот так делать нельзя. Скажем, вот говорят, да, что если ты что-то не можешь изменить, то это нужно принять как есть. Вот папа очень силен именно в этом. То есть он, он, конечно, старается сделать жизнь лучше. Для себя, для окружающих, для очень многих даже незнакомых людей. Но если он что-то не может изменить, то он умеет к этому относиться с иронией и умеет этому научить других. Я помню, что папа однажды пришел домой, покрашены были волосы в светлый цвет, в блондина. И это было так дико, потому что вдруг в один момент папа стал совсем другой. И, ну, так люди на улице оглядывались. А потом, я помню, что мы еще ехали в троллейбусе, это мне было порядка, наверное, пяти или шести лет. И кто-то подошел и взял автограф. И это, ну, на моей памяти, наверное, был первый раз. И такое сразу чувство, что вот, вот вроде бы он еще только что был папа, а сейчас уже получается, что все его знают, и на него все оглядываются. Я с детства видела лицевую сторону известности и ее изнаночную сторону. И однажды моя подруга, встретившись со мной, рассказала, что, знаешь, Настя, я твоего папу видела в городе, и он гулял в обнимку с какой-то красивой девушкой. И я так подумала, ну, мало ли что, злые языки говорят. Ну, то есть такая информация пропустила ее мимо себя, и думаю, не буду об этом думать. А потом эта подруга была у меня на дне рождения, прошел, наверное, год или два. И она познакомилась с мамой, с папой и сказала, ты знаешь, Настя, я поняла, что это была твоя мама. Всегда ходили какие-то сплетни, да, которые кто-то пытался передать. И мне очень, ну, на самом деле, наверное, больше всего, за что я благодарна своим родителям, за то, что они создали семью, которая была семьей от начала и до конца. То есть, ну, скажем, я всегда была уверена, что у меня семья крепкая, что у меня есть куда прийти, что, ну, скажем, есть люди, которые друг друга любят, друг за друга будут бороться. Настя практически плачет, как она вас любит. Да, да, она очень искренна. Она очень на вас похожа и на жену тоже, но вот что-то вот такое вот стройное, такое вот от вас явно есть. Как воспитываете дочь? Что вы хотите передать ей из своих, может быть, каких-то талантов, увлечений? Она, ну, уже в таком возрасте, когда воспитанию не подлежит, надо было раньше, как в притчах рассказано, надо было раньше делать. Вот, ну, она достаточно умная и грамотная девочка. Наверное, мы не воспитывали практически, ну, в том понимании, в каком это дело, это не дело, и у нас никогда не было такого. Но вы же в то же время были на гастролях как раз, вот родилась Настя, потом гость, и вы все время отсутствовали, воспитывали. Кто помогал? Бабушки, дедушки? Бабушки, конечно, помогали, дедушки. Было такое, что мы детей в садике забывали, надеясь, что их заберут оттуда родители, а родители думали, что мы заберем. Потом мы приходили, нам звонили, говорят, вы вообще думаете, забирать когда-нибудь или нет? Оказывалось, что они уже вторые сутки там. Вот, и они были так счастливы, что их воспитательница забирала к себе, кормила пельменями. Вот, или когда мы приходили в садик, и Настя висела на дереве, и воспитательница с ужасом бежала и говорила, что вы не родители, так нельзя снимать ее с дерева. Мы говорили, а зачем ее снимать? Ей там нравится, пусть она там будет. Но когда она захочет, она слезет сама, не надо ее дергать. Вот, и она сама слазила. Или она там сережку выбросила, ей подарили золотые сережки, одну она потеряла, вторую выбросила, чтобы не... Ну, зачем одна нужна? Вот, у нас не было такого, какого-то поучительного воспитания, такого, что правильно, что неправильно, потому что я до сих пор сам не понимаю, что правильно, что неправильно. Ну, как-то вот так. Вот, а она потом, как раз вот Настя, она умничка, она как-то... Наверное, больше примером каким-то своим. Вот, воспитание происходило на каких-то примерах, на которых, ну, вот, если ты хочешь что-то сделать, подумай, я бы сделал это или нет. Вот, или, к примеру, с Настей было тоже, когда она очень расстроенная была в школе, я часто приезжал, забирал их машиной. Вот, и, оказывается, там учительница что-то сказала, и долго мы с ней беседовали, и говорили на тему, что, ну, не все же учителя умные, понимаешь, ну, пропорция умных и дураков, она во всех профессиях одинакова, и учителя бывают тоже умные, а бывают дураки. Ну, тебе попалась дура, надо принять это. Вот и все, и в нашей профессии, в нашей дураков больше. Опять в хорошем слове. Настя смотрела на вашу творческую карьеру, не хотелось ли ей повторить ваш опыт? И вот сегодня нет ли у нее задатков в том, чтобы следовать вашим путем? Или она выбрала другой путь? Она выбрала свой путь, и, по-моему, все тоже как-то произошло на высшем уровне, потому что когда-то мы вернулись с гастролей в Колумбии, и мы там три месяца с лишним пробыли, и мне очень нравился испанский язык, и мне очень нравилась музыка испанская, я привез очень много музыки, я привез самоучителя испанского, и где-то через неделю я обнаружил, что самоучитель пропал, потом я обнаружил его у Насти на столе, и в результате она закончила РГФ, и она поступала на испанское отделение, и плюс ей очень хорошо языки даются, мне это... У вас теперь собственный самоучитель. Да, да, да. По любой момент времени, испанский, английский... Греческий. Греческий. Ну, отлично. Это было бы кто же такой. Потом с чувством юмора у нее все нормально, это радует, что она когда работала в туристическом агентстве, ей часто звонили, там принимающая сторона, вот в Греции они звонили, говорили, Настя, скажите, а почему ваши туристы, когда прилетают в Грецию, они такие пьяные, она говорит, они летать боятся. Потом очередной звонок был, где-то приняли следующую группу, и говорят, значит, ваши прилетели запуганные до смерти. Вы как-то в одном интервью сказали, что самая главная заслуга моей жены в том, что она родила мне замечательных, лучших в мире детей. Скажите, где нашли жену? Как вы с ней познакомились? А она занималась в студии Пантемима, я был репетитором в этой же студии, во Дворце студентов, и каждый год мы там обвязали два, три, четыре набора, да. А вы были учителем, она ученица. У меня очень много было девочки, они больше приходят в студии, они больше интересуются разными кружками, там еще чем-то, вот, и важно было привлечь пацанов, но обычно там приходило на 15 девочек 2-3 пацана, ну, а то, что оставалось, это вообще, вот. Вот, я даже один раз, когда они переодевались, девочки, я пока, ну, вышел в коридор, и такой спор, они даже делили меня, у меня было так приятно, я думаю, опа, они так, ты что, это мой, там вообще даже не думай, я его люблю уже две недели. А, ну, у вас сегодня в трупе все наоборот, у вас одни пацаны и одна Наташа Буськова. Ну, наверное, так лучше. Вы женщину оставили дома, да? Каков секрет? Вот называют вас с Наташей очень замечательной парой, примером супружеских отношений, хороших. В чем секрет вот этой любви и отношений хороших? Как вы считаете, как супруг? Наверное, нужно принимать человека таким, каким он есть, давать ему возможность меняться, потому что все меняется. Ну, как ручей, он проточный, он всегда чистый, он всегда свеж. Вот, если ручей застаивается, появляется какая-то определенная задхлость. И точно так же с людьми мы привыкаем к тем людям, у нас складывается стереотип, мы привыкаем к тем людям, которых мы узнали там год назад или 10 лет назад, 20-30 лет назад. И мы даже вот знакомясь с людьми, да, нам интересно новое лицо, но буквально там через час, через два мы понимаем, с кем мы имеем дело, и мы какой-то определенный штамп ставим дальше, он нам интересен или неинтересен. Вот. А брак, к примеру, взаимоотношения мужчины и женщины, это еще покруче штамп. И вот, ну, люди, они привыкают. Почему часто распадаются браки научных сотрудников, преподавателей в институте? Потому что они поженились, когда были студентами, да, потом они... Проходит какое-то время, там, он становится кандидатом наук, там, она становится, она растет детей, вот. Но он для нее остается тем же студентом, с которым она как бы начинала жить. Да, он уже не тот студент, он уже другой человек. А рядом с ним оказываются молодые студентки, для которых он не студент, он кандидат наук, он умный. Вот. И вот так же в жизни происходит, она меняется, я тоже меняюсь. Мы просто даем возможность друг другу меняться, где-то корректируем все-таки это изменение, но растем параллельно, и каждый раз смотрим друг на друга новыми глазами. То есть вы не сделали из нее домохозяйку? У нее есть своя творческая роль, у вас своя творческая роль, и вы растете параллельно? Не только домохозяйку, просто, ну, она остается интересным человеком, она личность сама по себе, и, наверное, вот то, что у нас сохранилось, почему говорят, ну, кольца на... ну, как символ брака, да, вот они какое-то небольшое сцепление имеют такое, потому что это личная жизнь одного, это личная жизнь другого, это вот, ну, возможность общения. Есть какая-то определенная возможность общения, но есть личные жизни каждого. Давайте посмотрим Наташину версию, у нас тоже есть заготовленный сюжет. Когда-то я пришла заниматься в студию Пантомимы. Боря был там еще учеником, ну, таким одним из самых продвинутых учеников, и для начинающих студию вел он. Вот так он был моим первым учителем Пантомимы. Он приехал ко мне с большим букетом цветов. Оказалось, что для того, чтобы купить мне и маме свои цветы, он пошел и сдал кровь. Конечно, я бы не позволила этого сделать, если бы я это знала, но меня это так тронуло просто безумно. Когда он сделал мне предложение, я даже как-то усомнилась. Вот готова я вот к такому шагу, да? Ну, очень, буквально за несколько минут вот я подумала и решила, что да, что я хочу быть с ним вместе всю жизнь. И, в общем-то, я ни разу не пожалела об этом решении. Он не ловелась однозначно, но при этом у нас всегда в семье было доверие друг другу, и как-то я никогда не чувствовала себя ущемленной. Я вот иногда смотрю, столько женщин ходит вокруг красивых, и я думаю, боже мой, они такие несчастные, вот я бы мог, ну, вот, стольких женщин осчастливить, ну, вот быть рядом, и они бы были рядом со мной счастливы. Поклонницы меня где-то мобилизуют, потому что приходят молодые, красивые девушки, да, и я же должна на их фоне где-то как-то выглядеть, да, как-то быть ему интересна. Ну, так что это даже полезно, я считаю. Он до сих пор регулярно говорит мне о том, что он меня любит. Ну, наверное, это женщине каждой важно. Он мне пишет стихи до сих пор. Он не капризен, он очень скромен в быту, он очень ответственен, он готов взять на себя ответственность не только там за меня, допустим, за детей, он несет для него ответственность за своих родителей, за мою маму. То есть поступает как настоящий мужчина, без всяких компромиссов. Спасибо ему за детей, спасибо за то, что рядом с ними я стала другой, мне кажется, я стала мягче, компромисснее. За его мудрость, за его ответственность. Я хочу вам сказать, что он у меня самый лучший. Вот так. Партнер проекту ювелирная компания Сейн Даймонд. Вот так. И вы можете сказать Жене то, что хотите? Я ее люблю. А как вы объясняли с любви? Вы писали ей стихи тогда? Мне очень много поклонников подходило. Даже сейчас, во время спектакля, после спектакля, подходят и говорят, спасибо тебе за твои стихи. Они нам помогли столько женщин соблазнить. Я думаю, вот гады, а я единственную той чужими стихами увлекал. Но она очень трогательно слушала. Я ей читал стихотворение, там, Мандельштама, к примеру. Вот, и если стихотворение было грустное, она так искренне реагировала, у нее слезинки появлялись на глазах. Можно попросить вас прочитать то, что вы хотите прочитать для всех одесситок, для жены? Для кого хотите? Из себя? Из себя. А можно не из себя? А можно не из себя? Я сейчас просто вспомнил. Шпаликова стихотворение. Лает жалоб на собаки, в затухающую даль. Я пришел к вам в черном фраке, элегантный, как рояль. Было холодно и мокро, жались тени по углам, проливали слезы стекла, как герои мелодрам. Вы сидели на диване, походили на портрет. Молча я сжимал в кармане леденящий пистолет, расположен к низу дулом, сквозь карман он мог стрелять. Я все думал, 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 убивать, не убивать. Но от сырости осенней дрожи я сдержать не мог. Вы упали на колени у моих красивых ног. Выстрел, дым, сверкнуло пламя. Ничего уже не жаль. Я лежал к дверям ногами, элегантный, как рояль. Отлично, спасибо. Еще, Борис, не могу не спросить такой вопрос. Говорят, вот есть такое стереотипное выражение, что все комики дома тираны. Это правда или это миф? Или они невеселые, грустные? Знаете, я даже не видел, не встречал таких комиков, которые были бы дома тираны. Наоборот, комики очень забавные люди. Просто от них ожидают того, чтобы вот где бы они ни были, там всегда веселье, юмор, смех. И в принципе, это на 98% так и происходит. Но это не делается специально. Это просто вот... Когда душа разворачивается, тебе хочется продолжение праздника, и ты развлекаешь всех. Или наоборот, ты как любой человек, находишь в доме норку какую-то определенную, заползаешь под диван и зализываешь ораной. Вот и все. А хватало ли вам времени на семью, понятно, чтобы было меньше времени, на друзей, на общение? Друзей наоборот. У меня жена удивлялась еще. Мы когда ездили на гастроли, мы могли месяц, нас не было полтора, вот даже в Колумбии там три месяца. Мы как-то... Все друзья как-то вот... Они в одной куче. Это и Жорик Делиев, там Вовка Комаров, Саша Жбаныч, Лев Делиев, звукорежиссер. И мы возвращались домой, соскучившиеся по семьям, по детям. Проходил день, и буквально на второй день ты говорил, знаешь, я схожу к Жбанычу или к Вовке Комарову. В тюрьме вышли два друга, не могут расстаться. Вот, вот, вот. И та же самая ситуация, и мы так... Она говорит, ну ты же только приехал, тебе что? Я говорю, да что-то не хватает надо. Вот. И мы так собирались и дальше. У нас есть сюжет от людей, которые считают вас своим закадычным другом. Давайте посмотрим, кто это. Вам будет интересно посмотреть. Давай. Боря является и другом, и партнером, и коллегой. Я ему полностью доверяю. Это мой очень хороший приятель и товарищ. Это мой самый-самый близкий друг, и всю жизнь им был. Боря очень загадочный. Такое вот впечатление он происходит. У него абсолютно отсутствует вот этот элемент вот этой звездности. У него и звездные болезни я не видел, я не помню во всяком. Боря, он очень добрый человек. Слишком добр. Он правильный человек. Он правильный, интересный человек. Очень преданный друг, вот, который никогда не бросит в беде. Если кому-то нужна помощь, он обычно сразу же первый приходит на помощь. Если среди ночи позвонить и сказать, Боря, ты нужен здесь. Это очень важно. Боря будет через 10 минут. Я могу его всегда попросить о какой-то помощи, о любой помощи. Я знаю, что то, что он сможет сделать, он обязательно сделает. Это банальная истина, что талант во всем талант. Она далеко не ко всем подходит, а к Боре подходит. Но он талант-клоун, он талант-мим, он талант-драматический актер. Самый главный его талант это то, что он прекрасный человек. Вот это его самый главный талант. Партнер проекту ювелирная компания Saint Diamond. Что, делаем программу? Борис Барский, человек и пароход. Друзья вас очень любят и очень любят зрители. И очень любим все мы за то, что вы такой вот откровенный и творческий, талантливый. Вы позволяете нам быть тоже чуть-чуть добрее. И это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, Борис, но все-таки, когда признало вас все общество, все государство в лице того, что вам присудили звание народного артиста Украины, какие вот ощущения были первые? Знаете, если бы это произошло, к примеру, лет 15... 15... Раньше. Раньше, да. Я бы, наверное, прыгал выше, ну, не знаю, выше собора на соборной площади. Вот. А когда тебя знает вся страна, когда ты в любом городе выходишь на улицу, тебя просят автографы сфотографироваться, то получить еще корочку, которая подтверждает, что ты народный. И потом мне было даже стыдно, потому что у меня очень много было друзей, которых я считаю, они гораздо талантливее меня, но они даже незаслуженные. Потом я очень много литературы читал, ну, когда там про сатириков говорят, выходит сатирик на эстраде и говорит там Пупкин, писатель-сатирик, его объявляют. И кто-то такого же типа сказал, интересно, вышел бы Лев Толстой и сказали бы, Лев Толстой, писатель. Если это Лев Толстой, то это писатель уже, уже не надо больше ничего подобного говорить. И поэтому... Или, к примеру, я когда начал узнавать, какие льготы. Ну, мне интересно стало, я тоже думаю, во, интересно, что же там за льготы. Ну, и... Ну, первое, что как бы в интернете украинском я ничего не попал, вот, а в российском там написано бесплатно хоронят на Ваганьковском кладбище. Думаю, ну, все, это льготы, это нормально. Не, ну, у нас тоже, у нас даже камень ставят это. Вот, так что... Или там 20 метров квадратных жилплощади, если государство даст тебе квартиру, а государство даст тебе квартиру? Никогда. Вот. Может, какая-то невероятная заработная. Нет, ну, это приятно. Все равно, как бы, ну, вот, Родина тебя оценила. Пенсия, премия. Ну, нет, там есть прибавка к пенсии, там, 20 процентов или сколько-то. Вот. А все равно оно приятно, потому что, ну, когда ты любишь, к примеру, Родину, то хочется, чтобы эта любовь была взаимная. Ну, и это в какой-то степени подтверждение взаимной любви. Вы знаете, мне кажется, что между реальной жизнью и, скажем так, чиновничьей жизнью существует какая-то пропасть. Это как два разных мира, две разные страны. И то, что происходит в реальной жизни, там не успевают отслеживать без каких-то лоббирований, без движений, без напоминаний. Вот эти люди, а, ура! Эти люди давно уже заслужены. Их нужно отметить. Как вам кажется, вот эту несправедливость, что ли, в творческом плане? Ведь многие не своевременно получают там звание или вообще не получают, или незаслуженно получают другие. Я думаю, что это настолько неважно. Ну, как бы, считается, что талантливый человек, его асфальт закатывая, не закатывая, он все равно прорастет. А титулы немножко даже грустно становятся, потому что, когда они начинают тебя догонять, вот, причем они как бы вот все вместе начинают догонять. Очень много каких-то там поощрений, там еще там что-то вот вдруг. Ты начинаешь задумываться, а может быть уже пора упасть, ну, мордой в тарелку и сказать, жизнь удалась. Вроде бы стремиться не к чему. И вот мы так шутили журикам, ну, в принципе, в каждой шутке есть доля шутки, потому что про народного и заслуженного мы тоже сперва шутили, а потом как бы это пришло. Вот. И подумали, что хорошо было бы еще, ну, прежде чем падать в тарелку лицом, хорошо бы еще почетным гражданином Одессы стать, потому что Одессу мы не просто любим, мы обожаем, мы ее боготворим, мы... Мы ее прославили на весь мир. И продолжаем. Ну, дело даже не в этом, просто это город, который часть организма каждого Одессита. Это... Ну, он везде, он в печени, в почках, в селезенке, в сердце. И даже для себя думал, вот те люди, которые покидают город, ну, неизбежно так жизнь поворачивается, кому кто-то едет в Израиль, кто-то уезжает в Америку, они все равно оставляют кусочек сердца, там, печени, селезенки оставляют. Вот здесь они все равно скучают. Ты приезжаешь, встречаешься с ними, они спрашивают, как там дела. Или, к примеру, они приезжают сюда и начинают искать каких-то блох, тараканов, чтобы убедить себя в том, что они правильно сделали в свое время, что уехали. И у меня там даже с знакомым я разговаривал, он говорит, что тебе сказать, приехал из Нью-Йорка. Вот, побыл в центре города, да, красиво, но шаг влево, шаг вправо, я говорю, я был в вашем Нью-Йорке, там район есть этот... Не Манхэттен, как он там? Денегры ходят. Я забыла тоже, да. Горлем, да. Вот, я говорю, так там даже и шаг не надо делать, даже просто не ходи там близко рядом с этими районами. Он говорит, все, прекратили, на этом закончили. Я говорю, я, кстати, по Брайтону вашему тоже поговорю, все, закончили, хватит. Я говорю, так у нас хороший город. Да, 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 Манхэттен, Дерибасовская, можно приравнять. Скажите, пожалуйста, вот когда, я помню, вручали вам, объявляли вот народных артистов, мы тогда были все в доме клоунов, все стали, аплодировали, на ваших глазах практически были слезы, все равно как бы это приятно. Вот не хотелось бы вам вот эту историческую несправедливость там с награждениями исправить тем, чтобы вы занялись политикой, может быть, возглавили управление культуры. Ну, я же говорил, мы уже пробовали. Вы были депутатом. Нет, я не был депутатом, меня же не взяли, я хотел зиму отменить. Вот. А я считаю, что пироги должен пирожник, а сапоги сапожник. И поэтому, ну, изменить там что-то я не смогу. Ну, и сделать что-то полезное, я тоже считаю, что я не смогу. Вот. Занимаясь своим делом, я делаю что-то, правда, очень полезное. Говорят, смех удлиняет жизнь. Значит, мы удлиняем жизнь, мы убираем какие-то проблемы. Я вот смотрю в зал, когда только начинается спектакль на лица людей, которые озабочены какими-то, у них, ну, такое ощущение, что они с собой притащили такой мешок, такой груз, затянули в этот зал. Вот. А зал у нас очень энергетически положительно заряженный. И вот они, не оставляя в гардеробе ничего, они все-все с собой принесли и вот так вот держат это все. Вот. А проходит 5-10 минут спектакля, и смотришь, это все растворяется, там по каким-то желудкам утекает, и потом смотришь, а вот совершенно другие люди, совершенно глаза, которые видят, они обремененные, они зашоренные. Вот. И, наверное, в этом какая-то миссия наша. Отлично. Вот такая миссия есть Бориса Барского. А у нас миссия сегодняшняя такова, чтобы нарисовать различные портреты нашего сегодняшнего героя. И пока Елена заканчивает, нам покажет сейчас свой художественный портрет, мы хотели бы сделать последний, очень быстрый такой ассоциативный портрет Бориса Барского. Итак, народный артист Украины Борис Барский. Продолжим фразу. Теперь я точно знаю, в жизни главное... быть счастливым, наверное. Главный мой подарок для всей Украины... Это я. Главный мой подарок для меня... Это мои дети. В детстве я верил, что... В детстве я не думал. Я не думал. Наверное, в то, что есть Дед Мороз, в то, что есть какие-то сказочные герои, я думаю, что я и сейчас верю. Ну, я правда искренне верю, что есть Дед какой-то очень хороший Мороз. Кстати, Дед, когда мне весело, я... Я веселюсь. Когда мне больно, я... Никто этого не видит. Я никогда... Никогда не говори никогда. Я думаю, что нельзя так. Самое сложное для меня? Я... Наверное, съесть жабу. Ирония сегодняшних дней в том... Не знаю. Я не знаю. Мой любимый цвет? Желтый. Самое любимое место на Земле? Одесса. Я бы хотела сказать всему миру, что... Я вас люблю. Вот так вот. Я вас люблю, говорит Борис Барский. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Была невероятно приятная, теплая беседа. Мы очень все желаем и хотим, чтобы вы были счастливым человеком, во всех отношениях, обласканным судьбой, зрителями нами. Мы благодарим вас за ваше творчество, за ваше откровение и хотим подарить маленькие подарки. Итак, пойдемте смотреть. Первое – это то, что нарисовала нам Леночка Ильича. Еще раз я убедилась, что мужская суть более нежная, чем женская. Женщины более воины, мужчины более лиричные. Я думаю, что в каждом человеке есть мужчина и женщина. Они присутствуют постоянно просто. Просто кто побеждает, в какой момент. Есть женщины, мужики, есть мужчины. Ну, в хорошем смысле. Итак, на вот этой позитивной ноте, на таком вот изображении Бориса Парска мы дарим вам эти работы. Ух ты, спасибо. Мы дарим вам маленький подарок. Опять же, это изысканное кофе для людей и брендов. Специальная серия только для людей и брендов. Вспоминайте с теплом нашу телепрограмму, а мы будем вспоминать и всегда вас, и будем ждать вас до следующих наших встреч. Потому что я еще не все рассказал. Вот именно. Нам еще есть о чем поговорить. Итак, мы, дорогие зрители, прощаемся с вами. До следующих встреч, до следующей субботы, до следующих новых историй от наших людей, брендов, от людей, которые сделали что-то значимое в нашей жизни, которые подарили нам толику тепла, любви и заботы. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Даймонд. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова